Всем привет, с вами Стас. У нас сегодня вольная вариация на тему Joyce World. Судя по комментариям, этот рэпер вам интересен, так что я просто не мог пройти мимо него. Ну и как обычно, как только этот видос соберет 2000 лайков, то я выложу проект со всеми пресетами для Silent и для Gross Beat'а в своем паблике ВКонтакте, ссылка на который будет в описании к этому видео. Поехали! На этом инструменте мы будем прописывать наши основные аккорды. Кстати, тональность D, она же Re minor, Scale, натуральный минор. Первым аккордом внезапно будет Re minor, следом идет La minor, он же A, потому что они отлично сочетаются. Все это в темпе 154 BPM, затем идет Fa мажор и ступенькой снова к Re minor станет Fa minor, он же Gm. Вторая половина повторяет то же самое, за исключением третьего аккорда. Там не Fa мажор, а La dies major, он же A sharp. Далее транспонируем аккорды так, чтобы не было резких скачков по высоте тона. Если для вас это сложно, то я сделал об этом тутер, как стать мастером пиано-ролла, ссылка справа наверху в подсказке. Основная мелодия будет на трех инструментах, на двух гитарах и одном пианино. Мелодию на первой гитаре строим простейшим образом, просто по ноткам аккорда с очень простым ритмическим рисунком. Так мы получаем простенький мотивчик. Теперь делаем страшное, пишем аккомпанемент для мелодии. Я понимаю, что слово сложное, но не бойтесь, все просто, берем аккорды и просто оставляем корневую ноту и квинту к ней. Что такое квинта, наверное, спросите вы. А я вам покажу. Вот смотрите, вот это нотка до. И квинта к ноте до, это нота соль. Мы отсчитываем 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И на седьмой ступени будет расположена квинта. То есть вам нужно найти корневую ноту, отсчитать от нее 7 ступеней, тогда вы найдете квинту. Далее нажимаем Alt-S и делаем strum-майс. Теперь напишем шпаргалку для будущей мелодии на фортепиано. Сначала расставим все корневые ноты аккордов. Далее просто по нотам аккордов пишем мелодию на четвертях. На четвертях это когда каждая нота совпадает с ударом метронома. Напоминаю, что это шпаргалка, поэтому перенесем ее на сэмблер, то есть на пустой канал, и будем прописывать основную мелодию. Она тоже на четвертях, но играет не постоянно. Во второй части мы сделаем коротенькую нотку перед самой первой ноткой. Укорачиваем ее, зажав клавишу Alt. Я не знаю, как это называется правильно, но звучит это очень круто. Если вы знаете, как правильно называется данный прием, то напишите в комментариях. И будет звучать еще круче, если вторые два такта будут уходить выше по тональности. Теперь все это дублируем, и для следующих четырех тактов просто меняем нотки, которые не совпадают с нотками аккордов, на совпадающие. Теперь просто берем все средние нотки из аккорда и втыкаем их на верхушку нашей мелодии. Также, если совсем упороться, то можно сделать строммайс, это Alt-S, чтобы очеловечить мелодию. Вот и вся партия пианино. Писать ее немного муторно, но звучит, по-моему, она довольно круто. Такой биток точно не может обойтись без пэдов. Так что просто копируем на пэд наши аккорды и жмем Shift-D, чтобы сократить их до минимальной длины. Ну и ритмическое разнообразие можно внести вот такой вот фигней. Теперь эту партию копируем на наш второй пэд. Это самое ритмическое разнообразие чуть-чуть сдвигаем. Переносим все вместе в один паттерн. Слушаем. Пока получается каша, но это только пока. Теперь выделяем все это и отправляем на микшер с сочетанием клавиш Ctrl-Shift-L. И начинаем увлекательные обработки. В первую очередь это Half-Time на первый пэд. С ним все звучит довольно низко, так что поднимем его на октаву вверх. И думали я забыл про гросс бит? Нет. Кидаем его на наш основной струнный инструмент. И с одним из моих любимых пресетов, его же мы кидаем и на пианино. А дополнительный струнный инструмент тоже пройдет через гросс бит, но уже с пресетом, который превратит его практически в перкуссионный инструмент. Теперь создадим групповой канал инструментов. И по очереди отпилим лишний низ и лишний верх у всех инструментов. Как понять, что и зачем отпиливать, я показывал в видео сведение сложного тропита. Подсказка загорелась справа наверху. Если кратко, то у нас есть два пэда и один дополнительный струнный. Их мы можем резать не особо жалея. А вот основной струнный инструмент и фортепиано нужно резать суперосторожно. Одно неверное движение и из минуса уйдет вся жизнь и вся приятная плотность. Короче, не надо кастрировать эквалайзером ваши основные инструменты. На групповой канал можно повесить эквалайзер и глянуть на общую картину. Если она выглядит примерно так, то это условно норм. Наверное, вы уже заметили, что это не совсем обычное мое видео. И отпишитесь в комментариях, как вам вот такой вот формат. Если вам он понравился, то ставьте лайк. И самое главное, поделитесь этим видео со своими друзьями. То есть нажмите на кнопку поделиться снизу. Этим вы мне очень-очень сильно поможете. Далее создаем новый паттерн и перебрасываем его и паттерн с инструментами на плейлист. И пишем биток. Роль снэра у нас будет играть куча звуков. Основной это клэп. И еще будут два дополнительных стиков. Они отбивают просто ритмическую часть и дополняют друг друга. И на каждый второй клэп у нас будет бить еще один снэр. Он будет атмосферным. Назовем его просто палка. И еще будет один коротенький ритмический снэр в конце. Партия хэтов у нас простая, но... Каждое ускорение мы будем смещать вниз по тону. Просто так звучит круче. Далее выбираем Open Head. Чтобы он стал норм, ему нужно настроить Envelope. Тогда мы сможем задать ему длину в пианороле. Hold на максимум, все остальное на минимум. Head будет прямо перед первым клэпом и третьим клэпом. Также, чтобы создать микро-паузу перед клэпом, подкоротим Head с зажатым Alt. Еще можно разнообразить закрытый Head, перемещением панорамы. Как это сделать, смотрите в видео про мастера пианорола. И самое главное, не надо сильно перемещать звуки вправо-влево, если вы просто хотите задать чуть-чуть движения. Теперь кик. У нас будет довольно базовая партия. Единственное правило, не нужно, чтобы в какой-то из четвертей было слишком много ударов, а в другой слишком мало. У нас по 2-3 на четверть. Конечно же, кик-роллы являются исключением из данного правила. Теперь нужно убавить самый основной струнный инструмент. Убавим его velocity, чтобы он стал звучать чуть помягче, потому что амнисфера понимает velocity в FL-ке. Просто выделяем и зажатым альтом крутим колесом мышки. Вот так мне нравится значительно больше. Пришло время 808-го. Его мы строим почти по кику, но главное, чтобы он по ноткам совпадал с корневыми нотами наших аккордов. И в конце первых четырех тактов еще мы сделаем коротенький ролл, который будет совпадать с последним снарком. Дублируем все это на следующие четыре такта и меняем ноты на отличающемся аккорде. Ну и для разнообразия предпоследние две нотки можно опустить на октаву вниз. Теперь пэт-бас. Он написан на сайленте и присед к ним обойдет вместе с проектом. Его ноты полностью повторяют корневые ноты аккордов и пишем его мы в том же паттерне, что и 808-й бас. Но вместе мы воспроизводить их не будем, потому что это все равно, что делить на ноль. Вселенная этого не выдержит. Теперь выделим все ударные и басовые звуки и скинем их на микшер. Создадим групповой канал ударных и сделаем супер первичный баланс громкости. В первую очередь нафигачим реверов туда, где они необходимы. Это, как я уже говорил, просто палка, поскольку это атмосферный звук. И основные настройки это дикей и вэр. Первый отвечает за звенок хвоста, второй отвечает за громкость этого самого хвоста. И самое главное, лучше ревера будет меньше, чем если его будет слишком много. Также кидаем ревер на хеты и на них же кидаем стерео-енхантер. Все то же самое повторяем для опен-хетов. Теперь пришло время отправить все это в плейлист. Для этого скидываем все в один паттерн и жмем Split by Channel. Идем в плейлист, зажимаем Shift и выбираем верхний паттерн и нижний паттерн в боковой панели. И перетаскиваем все это в сам плейлист. Дублируем все и в одной из копий убираем 808, а в другой Pet Bass. Они все равно не будут звучать вместе. Теперь дело за малым. Сделать структуру, эффекты, подсвести и готово. Самое важное мы уже сделали. Вообще, всегда, когда я делаю структуру, я полный набор паттерна смещаю вправо и по одному перетаскиваю нужный с зажатым шифтом. И так по чуть-чуть, по чуть-чуть выстраиваю паттерны в готовый трек. Есть куча разных способов разнообразить звук. Например, тут мы поделим паттерн хетов на 4 части и каждую из этих частей укоротим. Еще в месте, где у нас стык 808 баса и пэд баса, хвост 808 конфликтует с началом пэда. Поэтому пойдем в паттерн с 808, нажмем Ctrl-L и настроим Envelope для баса, чтобы он обрывался вместе с ноткой в пиано роли. Еще, ради разнообразия, накинем в одно место на инструменты Low Pass Filter. Это эффект ухода под воду. Чтобы сделать клип автоматизации, крутим фильтр, крутим крутилку наверху и жмем на нее правой кнопкой мышки и выбираем Create Automation Clip. В нужном месте создаем точку входа правой кнопкой мышки, добавляем точку ниже, чтобы задать степень обработки и также задаем точку выхода. Еще OneOp Filter влияет на громкость, так что включение самого плагина тоже надо автоматизировать. Для этого в микшере жмем правой кнопкой мышки на крутилку DryVet, которая находится возле OneOp Filter и выбираем Create Automation Clip и делаем автоматизацию включения там, где у нас расположен уход под воду. Для следующего эффекта нам нужно сделать групповой канал хетов и символа и зароутить его потом обратно на канал со всеми остальными ударными. На этот отдельный канал вешаем Half Time, ставим замедление на 1.5 и выбираем скорость 1.8. Играть он будет там же, где и уход под воду. Так же, как и на OneOp Filter делаем автоматизацию крутилки Mix. Кстати, если у вас в плейлисте выделена какая-то область, то клип автоматизации появится только в ней. Теперь в этой части хеты будут ниже на 600 центов и у них чуть-чуть изменится ритм. Теперь супер увлекательное сведение. В первую очередь накинем озон с включенным максимайзером на мастер, чтобы примерно понимать, как в итоге будет звучать минус. Далее чуть-чуть выпилим низ и середину из второго пэда. И чуток подрежем резонансные частоты у всей группы инструментов. Накинем улучшайзеры. Короче говоря, все это я подробно описывал в видосе про сведение сложного трэпбита, ссылка которой будет в подсказке и в описании. Еще можно накинуть эксайтер от озона на ударный с пресетом Smooth High End. Этот чуток забустит высокие и низкие частоты. И далее аккуратно запилить эквалайзером лишнее у всех инструментов. Нужно найти баланс между легкостью и кастрированностью звучания. Это самое важное. А процесс мастер-ангового зона может быть простым как 3 копейки, если вы не хотите углубляться. Лично я чаще всего использую мультибенд компрессор, он же динамик здесь называется, панорамайзер, эксайтер и максимайзер. Самый простой и действенный способ это выбрать мягкий пресет, который совсем чуть-чуть делает ваш звук приятнее. Тогда вы точно ничего не испортите. Вот и все. Если понравился такой вариант видоса, то отпишись об этом в комментариях, ставь лайк и самое важное, поделись этим видео со своими друзьями. Подписывайтесь на мой канал. Подписывайтесь на мой канал. Вот такой вот минус у нас получился. Как обычно, вы можете написать в комментариях, что нифига не похоже, ну или похоже и вам понравилось или не понравилось, что изменить, что добавить. Я все комментарии читаю. Конечно же, абсолютно все комментарии читаю. Напоминаю, что как только этот видос соберет 2000 лайков, я выложу проект этого бита в своем паблике ВКонтакте. Ссылка на который будет в описании. И к этому проекту приложены будут пресеты для Сайлента и пресеты для Гроссбита. В общем, если вам понравилось это видео, то нажмите лайк, поделитесь этим видео со своими друзьями, посмотрите другие видео уроки на этом канале. Как обычно, напоминаю, видеокурс по Клауду, по Трилу, по Трэпу, чтобы заказать. Напишите мне ссылку в описании. Подробнее я также вам смогу о нем рассказать. Смотрите другие видео, ставьте лайки, если понравилось, дизлайк, если не понравилось. Увидимся в следующем видео. Пока.